всем привет ребятки с вами как всегда алекс вулфинг и новый видосик сегодня мы вспомним с вами model of honor rising sun с чего бы начать да наверно стоит начать с того что я в свое время не прошел эту игру и даже могу объяснить почему потому что я в нее засел как раз это был на второй уровень я что-то как-то попытался это пройти но во первых меня сразу резко смутило управление да она была какой-то слишком деревянная непривычная неудобная и при этом меня постоянно убивали я такого попробовал пару раз потом думаю да черт с ним чего так и вообще играть какой-то не знаю ну хорошие у него оценки там но люди высказываются позитивно будет да насрать не буду я в это играть несмотря на то что игра начиналась ну просто сногсшибательно да это безумный экшен стрельба взрывы самолеты ну реально игра просто заставляет ну погрузиться с первого же момента но через ход определенное время да опять же не буду там врать или рассказывать какие-то небылицы да я решил поиграть во фронлайн конечно безусловно уже видели видео по этой игре и фронтлайн не безумно понравилось это крутое приключение в духе аленка salt вот именно в том духе в котором все таки хочется реально чтобы там электроники снова сделали медаль куда вот именно первая мира вот еще вторая мировая такой дух приключения до в большей степени где-то такой псевдо стелс до относительно игрушечный ну реально ты играешь и вот как будто ты вот понятно что не на войне да потому что все-таки здесь присутствует такой момент что ты вот один рэмбо ходишь всех убиваешь понятно что это абсурд но именно с точки зрения погружения это безумно классно разница во-первых нас отправляет на поля боя там японии да опять же это не так часто не так привычно там есть pacifico south да она вообще безумно крутая игра но именно в эта часть да она именно создает опять же момент приключения потому что ты сначала в одной локации в другую в 3 4 и какие-то все необычные миссии переоделся во фронту он реально безумно круто опять же по ощущениям опять же мне всегда вспоминается алина рассол потому что они то салты считают вот эталон эталон тех шутеров да именно про вторую мировую это безусловно крутая игра и что фронт-лайн что rising sun они по-любому ну черпали до вдохновения понятно что это консольные игры да и консоли все-таки были ограничены железом да в отличие от пока и при этом и все равно выглядит достаточно круто опять же я уже знаете не раз на своих видосах говорил что графика для меня вообще никакую роль не играет потому что это чисто символически да есть и есть вам на то геймплей главное это погружение история в разница есть все для этого есть шикарная музыка да просто круто музыка она погружает вот в этот весь мир есть крутые стволы да опять же есть тяжело скажи крутая графика да но есть прикольно прикольная атмосфера опять же создана визуально поэтому rising sun это та игра которая позволит все равно реально окунуться в мир второй мировой и вот безусловно я так как игра очень дозировано до получил огромное удовольствие от этой игры и рекомендую каждому кого есть такая возможность поиграть вот на самом деле сейчас если у вас есть там более-менее хороший пока вы сможете поиграть там пластыше за полторы тысячи стоит да и баллонку нарезать но поэтому ребят безусловно аргументированно жестко советую поиграть в эту игру потому что от начала до конца вы будете погружены в игру от ног с вами был алекс улфинг пока пока александр